Дорогие братья и сестры Дорогие братья и сестры Исповедовать Иисуса Христа Благовестовать Святой Евангелие И все что с этим связано И вот дорогие братья и сестры Встает вопрос А как таким образом быть? Как достойно носить и как поступать Достойно имени христианина? И вот сегодня апостол Павел Нам дает с вами совет Он говорит о четырех добродетелях Первое добродетель, которое называется Смиренно мудрее Второе долготерпение Третье кротость Ну а четвертое любовь И вот дорогие братья и сестры Обратите внимание на такую важную деталь Вот в числе всех перечисленных В цепочке добродетелей На главном месте стоит что? Смирение, смиренно мудрее Почему казалось бы? А оказывается ответ прост Мы сегодня с вами Слышали как раз заповеди блаженств Господь Иисус Христос В священном писании Говоря о заповеди блаженств Как раз ставит это Смиренно мудрее и смирение На первое место Там только это звучит Как духовное нищенство Но дорогие братья и сестры Святые отцы Когда толкуют это место Говорят что духовная нищета Это буквально то же самое Смирение И вот в этой связи Святитель Иоанн Златоуст Толкует это место Продолжает и говорит вам Что без смирения Без смиренно мудрее Невозможно вообще Делание никакой другой добродетель Никакое христианское дело У человека не может получиться Без смирения и без смиренно мудрее Кроме того Дорогие братья и сестры Стоит вопрос А как нам с вами Вот ощутить Понять Есть смирение в человеке Или нет Или в данном случае Как нам с вами понять Являемся мы смиренными людьми Или нет И вот по этому образу Святые отцы Опять таки толкуют И Иероним Блаженный Стридонский Как раз по этому поводу и говорит Кто такой прежде всего христианин Это тот который В отношении с Богом Ставит себя рабом Это тот человек Который в отношении с другими людьми Ставит себя слугой Это тот человек Который способен Услышать Расслышать другого человека Этот человек Способен В человеке Увидеть прежде всего человека А не использовать его В корыстных целях Для выгоды И так далее. Этот человек, который способен покрыть грехи ближнего. Этот человек, который способен своими талантами, своими возможностями, своими навыками послужить другому человеку, оказать помощь посильному. И кроме того, дорогие братья и сестры, у нас есть с вами явный пример, кто такой смиренный человек. Господь Иисус Христос в Священном Писании говорит по отношению к себе. Я кроток и смирен сердцем. Вот, дорогие братья и сестры, обратите внимание, смиренно-мудрие и смирение, это прежде всего божественный атрибут, который мы с вами, дорогие братья и сестры, наделены, у нас есть возможность. Мы с вами к этому приобщены. И это в очередной раз подтверждает замысли Бога о человеке. Бог человека кем хочет видеть? Прежде всего Богом. И вот это как раз мы находим с вами подтверждением. Мы должны с вами стать, суть есть Христовой, то есть Христом с маленькой буквы. Вот такие мысли, дорогие братья и сестры, на сегодняшнее апостольское чтение. Да воцарится в сердцах наших Господь Христос, и с ним царствует мир и благословение. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok